Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Снова с вами Николай Сомсиков, который продолжает вам показывать недвижимость, которая находится в Краснодарском крае. За моей спиной безумно шикарный домик. Не проходим мимо, обязательно досмотрим ролик до конца. Дом общей площадью почти 80 квадратных метров, земельный участок больше 30 соток. Друзья, тут есть все. Две спальни, кухня, гостина, туалет, ванна, шикарный сад, банька, гараж, тротуарная плитка и за участком протекает речка. В принципе, если вы хотите рыбку половить, друзья, все есть и цена реально адекватная. Он находится в Краснодарском крае, Новокубанский район, станица бесскорбная. В принципе, станица неплохая, садики, школы, красивая, кстати, церковь, все, что необходимо, в станице есть. Друзья, досмотрим этот ролик до конца. Почему? Потому что это обзор для тех, кто планирует перестать на юг, покупку недвижимости, а также для моих хороших, которым просто интересно посмотреть, в каких домах живут на юге. Смотрим обзор этого домика. Мои хорошие, специально приехал на вот эту красоту. Давайте, знаете, сделаем. Я даже сейчас специально все-таки выйду на улицу. Конечно, хотел отсюда, но смотрите, какая красота. Тротуарная плитка обложен кирпичом. И давайте сейчас выдаем, покажу все-таки улицу. Вот смотрите, вот у нас территория. Заборчик, смотрите. Вот шиферный забор, это уже соседний забор. И вот это все ваша территория. Вот это ворота. У нас также еще есть ворота тут на весик небольшой. И обращаем внимание, у нас вот так выглядит домик. Кстати, люди кровлю поменяли где-то в 98-2000 году. Сам дом саман и амблицион кирпичом. Кстати, все аккуратненько выглядит. Так, ну давайте с этой стороны мы сейчас глянем, как это все выглядит. Кстати, дом очень аккуратный. У нас, да, вот тут видно, дом как бы на границе стоит. Кстати, газ подключен. Мы видим пластиковые окна, снегодержатели. Есть водосливная система, как бы есть коньки. Есть все, что еще для счастья надо. Я обращаю внимание, какая территория. Вот это все ваше, вот это все ваше. Это у нас асфальтированная дорога. Это уже как бы станиц. Практически окраина самой станицы. Тут не так часто будут автомобили проезжать. И здесь куча деревьев. Это и на улице, и также вот сейчас зайдем. Сейчас с вами и внутри посмотрим именно на участке. Открываем калитку и смотрим. Вот так у нас выглядит кладка кирпича. Обращаем внимание, что тут есть и отмостка, облицовка. Все у нас даже вот так специально сделано металлом, чтобы водичкой ничего не попадало. Цоколь люди, видно, что их делали этим камнем. Хотел сказать диким, да в принципе диким. И обращаем внимание, милые дамы, это ваша территория, красота. И пластиковые окна, как я сказал. Кстати, счетчик вон у нас находится. И кстати, вот соседний дом в принципе аккуратненький, чистенький тоже. Все тут понятненько. Обращаем внимание, тротуарная плитка. Все аккуратно. Кстати, радует, что есть вот тротуарная плитка. Мы приезжаем, смотрим она. Там какая-то полопанная, какая-то пошерпанная, как говорится. А так все аккуратненько. И смотрите, у нас вот такой навесик. Тут у нас для хранения якобы автомобиля. Давайте все-таки покажу. Окушко тут у нас стоит уже давно. Но здесь у нас ворота, конечно же, есть. Если что, можно автомобиль ставить. Можно под что-то какие-то нужны. Например, там зерно высыпать, какие-то дрова положить. Ну, я, например, говорю, не переживайте. Тут центральный газ подключен. Дрова максимум. Это только для бани, не более того. Давайте мы сейчас прикроем, чтобы было все аккуратненько. И смотрите, у нас, обращаем внимание, какая прихожая. Кстати, в доме два входа. Хотел сказать, прихожая, вход в дом. У нас два входа. Это парадный. И с той стороны обязательно это все покажу. Обращаем внимание, все то же самое аккуратненько. Мои хорошие. Цена реально адекватна. Я скажу, даже можно его немножко даже назвать до мечты. Потому что цена соответствует вот просто. Вот редко найдешь вот такую недвижимость, где и цена, и качество. И обращаем внимание, стены все аккуратненько. Все, в принципе, придраться не к чему. Кондиционер есть. Спутниковая тарелка есть. Даже цифровое телевидение тоже самое есть. Тут, милые дамы, если что, в будущем будете садить цветы. Полисадник. Также у нас есть виноградник. Давайте вот с этого ракурса сейчас вам покажу. Обращаем внимание, что у нас даже вот тут в будущем, когда весна, будет лето, вообще будет замечательно. Виноград, шпалера, все прям капитально. С левой стороны шиферный забор от соседей. Даже вот такая у нас перед гаражом прекрасная черешня, которой в будущем будете наслаждаться. Ну и состояние плитки тоже абсолютно хорошее. Давайте вот так пройду. Сейчас вам покажу, чтобы вы понимали. Ворота. Ну тут смотрите, по поводу здесь максимум зайдет этот джип, минивэн, легковой автомобиль. Уже газель сюда не зайдет и вот этой газовой арки. Но если что, вдруг, если решите, перед воротами поставьте, если вдруг у вас будет какой-то грузовичок. А так джипы, все это спокойно зайдет. И так вот так можно даже поставить 2-3 автомобиля смело. И еще четвертый или третий именно в гараже. Не забываем, что у нас еще вот здесь есть такой маленький как бы навесик, именно мини-гаража. Двигаемся теперь в сторону самого гаража. О, давайте сейчас с этого ракурса все-таки покажу вам кролю, чтобы вы убедились, что все хорошо, замечательно. Вот смотрите, в принципе, ну вот давайте вот придирайтесь, придирайтесь, скажите, что тут не то. Я не знаю, тут внутри тоже все состояние хорошее. Единственное, что может быть, переклеить обои и все. Открываем вот такие металлические ворота. Давайте покажу вам. Ой, тут что у нас закрыто. А, да, шпингалет. Ну ладно, не будем его открывать. И смотрите, гараж, гараж, видно широкий, хороший, можно спокойно поставить автомобиль. Здесь у нас высота где-то ориентировочно 2-3, в принципе, для гаража абсолютно достаточно. Даже есть у нас вот такая прекрасная смотровая яма. Что еще для счастья мужикам надо, когда поменять масло. Здесь также, обращая внимание, есть яма, ну и глубина нормальная. Вот там у нас даже хозяюшка картошку и свеклу хранит. В принципе, сухо, нормально. И давайте вот с этого ракурса мы с вами поизучаем. Посмотрим, что в принципе гараж абсолютно хороший. Бонусом замечательно. Ох, котяра меня присыг. Киська, ты что, кастрировано, что такое жирненький, а? Дальше. Здесь тоже давайте посмотрим, что все аккуратненько, все чистенько. Кстати, вот эта часть, видно, что люди, вот допустим, там шифер, а тут металлопрофиль. Имейте в виду. И вот этот гараж тоже, вот я вижу крышу, поменяли металлопрофиль. Вообще замечательно. И обращаем внимание, мои хорошие, смотрите, везде тротуарная плитка, везде. И тут же вот такой прекрасный навес. В будущем вы здесь можете поставить хороший, шикарный, обеденный какой-то стол. И можете праздновать дни рождения, какие-то праздники. Замечательно. И навес, кстати, существенный, хороший. Он шиферный. И давайте вот все-таки с этого ракурса еще вам покажу. Смотрите, как это все выглядит. Тоже нареканий по стене вот здесь нет. И вот тут у нас кирпичом облиционный. С этой стороны вообще замечательно. Кися, преследуешь меня. Но это еще не все. Тут еще много чего интересного, имеете в виду. Сейчас мы зайдем вот в это помещение прекрасно. А там у нас банька. Давайте вот еще покажу здесь такой маленький сарайчик. Покажу здесь у нас для хранения вот таких инструментов. Если что, если вы хотите увеличить гараж, можно вот эту стенку убрать. Имейте в виду, и она будет у вас еще больше. Знайте, это мы зафиксировали. Хочу показать вам хост двор. Хост двор, он тут есть. Здесь, когда, о, ути, тут калитка открыта, не выходят, какие они воспитанные. Здесь держали когда-то нутри, обращаем внимание. Эти все клетки, конечно же, все остается. Никто это ничего убирать. Хотите нутри, хотите кроликов, кого угодно можете тут выращивать. Потом наслаждаться тушенкой и так далее. Здесь еще вот такое у нас помещение для утей, гусей или, возможно, курей. И также вот тут они у нас ночуют в пятизвездочном утятном отеле, как его назову. Его можно назвать. Даже вот лампочку повесить. Я надеюсь, тут будет свет работать. Замечательно. Дальше двигаемся с вами. Вот дверь. Знаете, кстати, вот что отлично. Вот дверь закрываем. Обращаем внимание, что даже и не поймешь, что там у нас хост двор. На самом деле это хорошо. Теперь смотрите. Давайте оценим с вами вот эта баня. Маленькая, как бы летняя кухня. Кровля, видно, старенькая, металлическая. Но хозяюшка, видно, его красила в идеальном состоянии. Водосливная система, все это есть. Здесь тротуарная плитка. Обращаем внимание, аж туда у нас двигается. Здесь вот такой небольшой навесик. Есть дверь. Открываем которую с вами. И попадаем в такой маленький предбанник. Кстати, лично мое мнение. Вот там, вот тут бы я дверь сделал. Там есть помещение, типа маленькая летняя кухня. Можно прорубить. И у вас будет как бы такой поболее предбанник. Сейчас покажу. Ну, скажу так, он маленький. Но, по крайней мере, вот тут можно дрова все это топить. Печку. И открываем уже саму баньку. Она пусть не такая современная, ребята. Но абсолютно хорошая. Я в каком плане? У вас будет тут и пар, и тепло. Все хорошо. В будущем хотите, оставьте так. Хотите, можете это все, например, отделать липой. Что еще для счастья, как говорится, надо? В принципе, банька действующая, ребята. Баня реально действующая. Берем и паримся, если что. Тут все мы зафиксировали. Дальше двигаемся. Запах шикарный. Вообще шикарный запах. И тротуарная плитка. Молодцы. Вот у меня сейчас эмоции, конечно, будет сбить по-любому. Теперь смотрите. Это у нас некий бассейн, как мы его называем. Тут вода стекает и собирается, если что. Хотите для полива, для огорода. Но не переживай. Там у нас есть забита своя вода. И получается, у вас вода своя хорошая. Здесь выход под водичку, если что. Там для полива или еще что-то. Вдруг решили вот здесь помыть, допустим, двор. Кстати, детскую качелю можно даже повесить, как вот, допустим, здесь. А, и вот обращаем внимание, тут свет проведен. Здесь вот лампочка. И также вот тут вообще замечательно. Так, кот, что ты ходишь со мной? Дальше идем. Даже обращаем внимание, даже вот вода сюда проведена. А для чего я что-то понять не могу. Там вроде... А, наверное, вот для душа. Вон, я увидел. Да, вот только что сейчас я понял, что оказывается, тут у нас вот такой уличный душ. Все, зафиксировали. Ой, киська. Ну, я же тебя задавлюсь. Что ж ты ходишь со мной там? Дальше двигаемся. Смотрите. Вот это у нас... Здесь соседи хорошие. Живут или жили. Если не ошибаюсь, они дом тоже будут продавать. Мы сейчас выясним. Но калитку они не стали это все закрывать. Они как бы дружат, будем так говорить. И открываем вот эту дверь. Это вот такая маленькая летняя кухня. Кстати, здесь газ центральный подведен, если что. И вот помните, я дверь говорил прорубить вот здесь. И вы можете спокойно... У вас это как бы некий предбанник будет уже поболее, чем там. И здесь можно какой-то столик поставить для самовара. Пусть оно небольшое, но будет функцию свою держать на 100%. Дальше тут некий... О, кстати, обращаю внимание, тротуарная плитка. Вот прям, ну скажу так, везде, кроме огорода. Везде, кроме огорода. Даже лаз на чердак все это есть. Теперь смотрите. Тут видно вольер для собак когда-то был. Здесь очень много плодовых деревьев. Например, таких как грецкий орех. Здесь, конечно, летом будет весной. Тени просто нереально. Мы сейчас дальше с вами туда пойдем. Это некий у нас такой сарай. На всякий случай он тоже пригодится. Почему бы и нет. И смотрите. Идем сюда. Тут у нас вот такой сарай. Тоже сейчас вам покажу. Смотрим. Вот так выглядит. Это у нас печка выходит от банки. Ну, я скажу так. Склад нужных, ненужных вещей. Если что, тут можно это все хранить. Кися, пошли. Это, кстати, я так понимаю, что урожай от ореха. Замечательно. Теперь давайте мы сейчас двинемся сюда с вами. Здесь когда-то держали свиней. Напоминаю еще раз про вот такой прекрасный орех. Вот такой у нас двор. Тут еще у нас вот такие помещения. Ну, вот этот сарай, конечно, я бы лично убрал. Он нафиг тут не нужен. Тут хранили когда-то кукурузу. Тоже хорошо. В принципе, тоже для хозяйства надо. Септик есть. Буквально два года тому назад хозяюшка сделала. Учитывая, что тут она два года. Говорит, я ни разу это все не выкачивала. Замечательно. Он не маленький. По размеру, в принципе, существенный. Вот у нас строение. Это когда-то тоже держали свиней. Здесь сарайчик, который в будущем бы я лично убрал. А вот этот двор, который я вот с той стороны заходил. Помните. В принципе, можно оттуда зайти. Можно отсюда зайти, как вам удобно. И давайте вот с этого ракурса мы зафиксируем и посмотрим. Все. Я думаю, тут все понятно. А вот теперь, а вот теперь, милые дамы, ну и также мужчины, те люди, которые любят сад, чтобы был, пожалуйста, наслаждайтесь. Конечно, сейчас у нас ноябрь. Конец практически 24 ноября 2020 года. Но тут видно очень много у нас плодовых деревьев. Например, вот абрикос, черешня, черешня, яблоня. Яблоня, куча малины. Прям очень много малины. У нас есть кружевник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустов. Вон у нас на границе между соседями Айва мы видим. Также яблоня. Также у нас с той стороны Айва. Обращаем внимание, тут у нас вот такая скамейка в будущем. Вы можете наслаждаться отдыхом. И обращаем внимание, вот у нас еще яблоня. Здесь у нас яблоня. Граница. Вот ее прям видно очертания. Это уже соседний участок. Деревьев тут, ну, блин, вот если вот так набрать, где-то больше 30 наберется. Очень много деревьев. Самое главное, что они здесь вот в сочетании всех, всего поколения деревьев. Молодых, пожилых и средних. Вот это абрикос. У нас вот такая старенькая тепличка, которая в принципе в будущем надо будет либо подшаманить, либо убрать. И смотрите, вот еще куча деревьев. Тут реально их огромное количество. Здесь это все ваше. И вот они у нас молодые деревья. Вот это все. И вот тут еще много деревьев. Елки-палки. Ну и что хочу сказать насчет самого участка. Здесь больше 30 соток. И смотрите. Я думаю, камера вам это все зафиксирует. Граница участка, как хозяйка сказала, до конца вот этой лесополосы. И получается туда идет склон. И где-то вот от этой лесополосы, где-то 300 метров протекает река. Она, конечно, небольшая сильно. Но покупаться, рыбку половить можно. Вот имейте ввиду. Ну туда телепать очень далеко. Здесь очень все спахано. У меня будет по-любому обувь сильно грязно. Не ругайте меня, что я туда не пошел. Но земля, кстати, видно качественно. Земли очень много. Самое главное, что лесополоса. И, кстати, мне нравится, что там не равнина. Вот видно холмы. Конечно, визуально летом, весной будет вообще вид бомба. Ну и смотрите. Вот это все ваши деревья. Это ваши плодовые деревья. Тут я же говорю. Вот все, что надо. Тут есть все. Все абсолютно. И еще момент такой. Смородина у нас в том углу еще находится. Я на всякий случай вдруг скажет. А, Николай, тут смородина есть? Нет, есть. Он там находится. Вот в той части. Ну что могу сказать? Вот пока я иду к домику, ребята. Участок бомбический. Цена реально адекватная. Ниже в описании, конечно, это все будет указано. Мы сейчас будем вести. Кстати, огромное спасибо собственников, что нас они пустили, показали. Разрешили снять обзор вот для вас. Вот сейчас мы это показываем. Если все хорошо будет, то, конечно, ниже в описании будет указан номер телефона хозяюшки. А если нет, тогда будет уже либо мой, либо моей помощницы. Теперь смотрите, пока вот еще не зашел в дом, смотрите, у нас два входа. Вот этот вход и, получается, центральный. Можно вот, например, если вот там кухня, здесь вы можете раз выйти, чтобы вам вокруг не бегать. Но давайте все-таки я зайду именно с центрального входа. Так будет намного проще и лучше. Это будет намного эффективнее. По крайней мере, если что, калитку открыли, пожалуйста. И прям можете заходить именно в дом. Прихожка нормальная. И, кстати, он светильник наверху. Такой козырек, чтобы ни свет, ни дождь, ни снег не попадал. И, кстати, дверь у нас металлическая. Давайте сейчас зайдем, посмотрим, что внутри. Дверь в состоянии хорошее. Это уже замечательно. Забегаем с вами уже в домик. А в домике так тепло, уютненько. Смотрите, прихожка. Прихожка, конечно, немаленькая. Это радует. Я сейчас даже чуть-чуть поярче вам попытаюсь сделать. Прихожка, в принципе, шкаф-купе помещается. У нас там есть пластиковое окно на открывание замечательно. Ну, в прихожке потолок не сильно высокий. Тут видно где-то 2.30. Этого, в принципе, достаточно. Здесь у нас стяжка и линолеум. Ну, полы здесь вот тут, в принципе, состояние абсолютно хорошее. И давайте вот мы угол все-таки заглянем. В принципе, сухо, комфортно. Даже у нас есть багеты. Все. И смотрите, у нас вот такая дверь пластиковая. Заходим сюда. Зашли. Уже видно потолок уже где-то 2.55. Кстати, потолок гипсокартоном. Все тоже аккуратненько все сделано. Поклеены обои. Тут полы уже деревянные, в принципе, состояние. Давайте мы сейчас глянем. Только плинтусов не хватает. Да, здесь нормальненько. Даже у нас вот тут вот такой шкаф помещается. Давайте я так покажу визуально, чтобы вы это все видели без меня. Дверь это уже у нас в кухню и туалет-ванна. Допустим, здесь у нас комната. И вот здесь у нас еще комната. Обязательно сейчас, чуть попозже мы с вами зайдем. Ну, давайте вот именно вот отсюда все-таки зайдем. Здесь у нас вот такие две ступеньки небольшие. И попадаем вот в такую прекрасную кухню-столовую. Ну, почему прекрасную? Потому что чистенько, аккуратненько. И газ проведен, газовый котел. Кстати, вот я поговорил с хозяюшкой в зимний период. Она говорит, что я плачу от 2.5 до 3.5 тысяч максимум. Ну, в том году у нас зимы практически не было. Вот имейте в виду. Ну, смотрите, тут у нас вот такой обеденный стол помещается. Немаленький. На полу обращаем внимание. Плитка. Все тоже самое аккуратненько. Здесь газовая плита. Вытяжку мы видим с вами. Вот он котел, про который я говорил. Вода, напор нормальный. Своя скважина. Хотите отсюда пейте, хотите вот как хозяйка покупает. Как хотите. Ну, можно в бутылках, можно с этого. Дальше. В принципе, плитка вся в идеальном состоянии. Вот сейчас хочу угол посмотреть. Нормально. Тут тоже, в принципе, все хорошо. И давайте вот с этого ракурса. О, холодильник у нас вот в той части спрятан. В принципе, нормально, комфортно, удобно. Что касается окна. Обращаем внимание, кстати, откосы чистенько, аккуратненько. Тоже прессе ничего нет. Это окно у нас на открывание. Да, даже на проветривание. Замечательно. Это меня уже радует. И переходим сюда. Что касается второго входа, помните, вот он у нас второй вход. Вот оттуда мы с той стороны с вами смотрели. И вот тут, если что, можете отсюда зайти или выйти. И здесь вот такая прихожка. Давайте я вот попытаюсь вам чуть-чуть вот так его показать. Здесь газовый счетчик. Мы видим, здесь высота вот, кстати, невысока. Вот, допустим, тут видно где-то 2,15. Здесь где-то 2,25 ориентировочно для кухни-столу абсолютно достаточно. Двери хоть старенькие, но нормальное состояние. Кстати, они такие черненькие какие-то, типа зеркала. Давайте с этого ракурса мы развернем. Если что, здесь можно где хранить вещи. Я имею в виду взять, повесить. Если что, потолок тоже гипсокартон. Углы ничего, плесень нет. Вот обращаем внимание. Вот сейчас я показываю вам. Тут у нас, да, все хорошо. Теперь смотрите. Тут у нас вот такая некая кладовка. Тут у нас стоит автоматика. Сейчас покажу, где у нас вода. Чего это у нас, я так понимаю, бойлер под горячую воду. Он когда-то, наверное, работал. Сейчас не работает. Не, он теплый. Сейчас он теплый. И здесь стоит электрический бойлер. Ну, скорее всего, они вот этим электрическим бойлером сейчас пользуются. Потому что у него все трубы сюда соединены. А там ничего. Вот видно, что когда-то была труба. И здесь они заглушены. Да, скорее всего, вот эти. Теперь смотрите. У нас вот здесь. Сейчас покажу вам подвал. И в подвале у нас там забита труба. Вода. Опаньки. Так. Сейчас, чтобы она не упала. Постараюсь. А, рукой придержу. Смотрите. У нас подвал глубиной 2 метра. У нас он не забетонировал. Внизу, в принципе, воды нет. Ну, будет пол чуть-чуть макроватый, по-любому. Вот, потому что там у нас земля. А так, смотрите. Вот так выглядит. И вот видите, пленкой. Это у нас когда-то был колодец. И там вот эта труба для того, чтобы у вас трубы-трубы идут вот на вот эту автоматику. Знаете, короче, подвал есть. Но видно, что подвалом хозяюшка сейчас практически не пользуется. Вот, редко. Потому что уже банки такие старенькие-старенькие стоят. Вот так. Закрываем сейчас, чтобы это все не мешало. Замечательно. Это показали. Ну, а касается туалет-ванна, у нас за вот этой стенкой. Переходим сюда. И обращаем внимание, что у нас и стиральная машинка, и унитаз, и раковина, и сама ванна. Напор есть. Нормально. Только вот этот нагрузок почистить и все. Здесь, я так понимаю, чугунная ванна. Состояние, в принципе, нормально. И все в плитке. Смотрите, все в плитке. Здесь высота где-то 2,15. 2,20. И даже вот окно на открывание. Замечательно. Полы. Полы, ковролин. А, ну тут плитка. Плитка вот здесь у нас старенькая. Давайте мы глянем, покажу, чтобы у нас вот тут еще подуш когда-то был выход, скорее всего. Не, туалет-ванна. Это хорошо. Кухня-столовая тоже хорошо. Все есть. А теперь давайте сейчас двигаться именно в сам дом. Я сейчас все закрою. Кстати, основная часть мебель, ну какая-то часть мебели остается. Мне хозяйка сказала, там вы уже когда приедете, уже будете договариваться. А теперь давайте вот будем по порядку. Здесь у нас есть дверь. Теперь смотрите. У нас вот как бы получается две комнаты непроходные. Вот та комната непроходная. И вот там дальше у нас тоже комната непроходная. Ну лично, мое мнение, вот там спальню сделать. И вот здесь спальню сделать. Вот там. Ну вот здесь смотрите. Уже будете сами решать, что вы будете делать. Здесь полы деревянные. Обои поклеены. Смотрите, все в принципе аккуратненько. Даже у нас вот так потолок выглядит необычно. Я имею в виду сделали обойки. Состояние хорошее. Дверь у нас тут есть. Здесь пластиковое окно. Давайте сейчас глянем на открывание. Замечательно. Дальше двигаемся. Давайте вот откроем вам дверь. Я вам покажу, что вы видели. Эта комната будет самая маленькая. Можно детская. Кстати, можно сделать вот эту как спальню для детей. А вот это сделать, как и знаете, вот игровая комната. Или например там как для учебы. Типа мини как бы кабинета. Почему бы нет. Вот давайте вот мы вот еще потолок с этого ракурса посмотрим. Что в принципе все аккуратненько. Состояние будет кстати нормально. Давайте вот я хочу еще глянуть вот тут. У нас нормально. Вот тут расширитель у нас. У нас расширитель. Все в принципе. Там чуть-чуть темненько есть. Но не сильно. Не сильно смотрю. Угол. Труба там идет. Я думаю вам видно. Дальше идем с вами. Вот давайте покажу, чтобы уже эту окончательно комнату. Здесь у нас обойки. Потолок тоже все есть. Окно на открывание. К сожалению, ну через кровать я не полезу туда. Но там у нас видно радиатор. О, вернее труба. И также вот с этой стороны труба. Для спальни, для детей в принципе нормально. Для ребенка, если что, еще раз говорю, можно это приспособить вот эти две комнаты для детей сделать. Дальше двигаемся. У нас вот такая комната. Кстати, тут у нас вот такие арки. Обращаем внимание, как это все сделано. Комната, я ее бы сделал, знаете, как мини-гостиная. Допустим, я тут поставил бы диван. А вот тут бы я поставил бы телевизор напротив. Почему нет? Окно здесь, к сожалению, глухой откос. Вот видно, что чистенько, аккуратненько. Потолок у нас вот такой. Необычный, с гипсокартоном. Он все сделан. Полы тоже в принципе нормальные. Давайте вот с этого ракурса сейчас вам покажу. Здесь единственное, плинтуса на пол надо будет сделать. И все, отопление мы видим вот по вот этим трубам. Давайте мы еще раз потолок посмотрим. И вот, как я сказал, здесь диван, а здесь телевизор. А вот тут, конечно, бы я поставил дверь. Сейчас объясню, почему. Вот здесь бы я дверь поставил, если у вас большая семья. И вот здесь бы сделал самую большую спальню. Мы обращаем внимание, комната немаленькая. Кстати, она самая светлая комната. По окнам видно, что вот это окно открывания. Глухое. Глухое. Потолок вот так выглядит в принципе. Необычно. Это уже хорошо. Здесь светильники. Ну, мы сейчас вот так даже они выключаются. Да. Обоики нормально. Плинтуса только вот тоже сделать. И все. И смотрите. Давайте угол смотрим нормальный. Тут под стенками нормально. Давайте вот хочу глянуть здесь. Тоже все хорошо. И тут под окном в принципе хорошо. Кондиционер мы видим. Я думаю, навряд ли его снимать будет. И вот так выглядит у нас комната. Ну, окно, как я сказал, вот оно. Вот это на открывании. Вот. Все в принципе работает. Откосы все вот такие. Состояние абсолютно нормальное. А там уже окна у нас без открывания. Как я вам в принципе и сказал. Ну, что, мои хорошие. Посмотрели мы с вами очередной обзор недвижимости. Напоминаю, что ниже в описании будет указан обязательно номер телефона. Где вы можете связаться и посмотреть данное домовладение. Либо мой телефон, либо моей помощницы. Но если вдруг договоримся, собственнике будет указан номер телефона собственника. Этот дом находится на Новокубанский район Краснодарский край. Станица Бескордная. В принципе, до города Армавира чуть больше 40 километров. Кстати, Станица неплохая школа, садики. Регулярно ходят автобусы, маршрутки. Ну, конечно же, по расписанию. Не проходите мимо. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну, и обязательно напишите ваше мнение касается этого домовладения. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok